Шановные коллеги, ну, в прошлый раз я не помню, с кого начинали. Сергей Васильевич, давайте из них начинали, да? Давайте буду вас, кто-дь, оппозиции, домой, может, выставить. Спасибо, уважаемые коллеги, уважаемый Александр Валентинович. Сегодня в Украине каждый день гибнут люди. Я не знаю, какой информацией вы пользуетесь, но судя по тому, что вам докладывают, это не в полной мере соответствует действительности, которая есть на юго-востоке Украины. Мы достаточно много времени, депутаты, которые избраны от этих территорий, проработали на этой территории, и то, что вам доложили сейчас ваши помощники, я могу сказать мягко, так, это не совсем то, что есть. Более того, когда люди смотрят то, что показывает большинство каналов телевидения украинских на востоке, и видят, как они освещают события, которые происходят там, то они удивляются то же самое объективности наших средств массовой информации и открыто об этом говорят. На юго-востоке действия власти оцениваются как таковое, что сознательно ведут к развалу государства. Я не знаю, чувствуете вы это или нет, но, по крайней мере, каждое решение, которое принимается, оно играет на тем людям, которые поддерживают это направление. И таких примеров можно провести массу. События в Одессе, иначе как согласованные, спровоцированные властью убийства людей, не оцениваются. И ответов на вопросы, почему там был за два дня руководитель РНБО, что он там делал, почему сотники туда проезжают, такое количество людей туда завезли, и почему на глазах у всего мира и средства массовой информации показывали убийство людей палят, сжигают, и при этом власть молчит, то же самое непонятно. Военные действия проводимые в Славянске, Краматорске, Мариуполе, в последнее время, которые обострились, Красноармейске, в результате которых гибнут мирные люди, Александр Валентинович, там в основном мирные люди гибнут, и граждане Украины, иначе как военное преступление назвать просто невозможно. Поэтому наша фракция сейчас изучает возможности, юридические основы этого вопроса, и оставляет за собой право обратиться в международные суды о привлечении виновных к ответственности за преступлением перед мирными гражданами Украины, и сознательную организацию провокаций. Последнее действие, которое было проведено в Луганской области по провокации в Изварина, оно вообще вызывает удивление. Мало того, что все люди были предупреждены, появляется с украинской стороны какая-то группа людей в черном коммунифляже, которая бомбит пограничный переход, честно говоря, никому не нужный. Кроме как провокацией и глупыми действиями это назвать невозможно. И поверьте, там никто не думает, что это провокации с какой-то другой стороны. Однозначно все оценивают, что провокации со стороны украинской власти идут. Мы требуем немедленно остановить военные действия, потому что результаты антитеррористическая операция ваша никаких не дает, кроме того, что гибнут люди. И решить проблему военными действиями невозможно. Неужели вам это непонятно? Там сотни тысяч людей поддерживают мнение, которое существует на юго-востоке Украины. С ними нужно садиться за стол переговоров и разговаривать. Отвезти войска, немедленно сесть за стол переговоров. Не проводить здесь в Киеве кулуарные какие-то переговоры без привлечения представителей гражданского общества юго-востока. А пригласить своих губернаторов, которых вы назначаете, которые губернаторами никогда не были, да и по сути никогда не будут. И подготовить дорожную карту и немедленно приступить к ее реализации. В моем понимании время для этого еще есть, и оно еще не утеряно. Если дальше замалчат все вопросы, которые там развиваются, то тогда невольно будет крепнуть мнение о том, что кое-кто в государстве заинтересован с тем, чтобы потерять еще отдельные территории. Как истренное решение вопросов, совместно с работниками милиции и активистов, вы правильно сказали, это делается в Мариуполе, мы пытаемся это организовать в Луганской области. Необходимо организовать патрулирование на улицах для того, чтобы бороться с преступными элементами, которые начали уже появляться в этих регионах. Проведенный референтум, который вы назвали фарс, я бы так легко его не оценив. Я не знаю, кто вам докладывал, там по 24 процентам, я сам проехал несколько избирательных участков в Луганске, будучи там. Затем мне звонили десятки моих друзей, которые ходили, принимали участие в голосованиях. И говорят, такой подъем, который был на этом референтуме, был только в 2004-2005 году на выборах президента. Возможно, какие-то участки не работали. Возможно. Я не знаю, мы не ввели учет этого направления. Но то, что огромное количество людей пришло и высказало свою точку зрения, от этого отмахнуться просто так нельзя. И если они высказывают эту точку зрения, то нужно садиться и разбираться, что происходит в этом регионе, а не пушками, танками и автоматическим оружием пытаться их заставить думать по-другому. Вряд ли это получится, я разговаривал с этими людьми. Не получится. Поэтому я еще раз призываю, что эту проблему нужно решать за столом переговоров. Нужно с приглашением тех людей, которые от гражданского общества представляют их, и которым делегированы соответствующие полномочия. И только в таком вопросе можно выйти на согласованные действия по нормализации ситуации в государстве. Если же другие действия только слушать другие территории, которые привели к вас власти, то вы знаете, мы тогда много бед можем наделать в нашем государстве. У нас Украина, к сожалению, на сегодняшний день имеет разные точки зрения, а не однополярные. Поэтому слушать нужно руководству государства, все точки зрения и принимать решения, учитывая эти точки зрения. Это что касается в целом политической ситуации и настроений, которые есть. Я не знаю, здесь зарегистрирован проект постановления по созданию ТСК по Одессе, Но, как мне видится, если туда не будут привлечены к работе в этой комиссии иностранные представители, независимые представители иностранные, то вряд ли доверие правительству будет этой комиссии. Вряд ли. Потому что действия, когда начинают искать стрелочников и начинают невиновных к чему-то привлекать, а виновные остаются за скобками, и не названа ни одна фамилия руководителей, которые действительно были задействованы там в бойне, в кровавой бойне, которую не знала история Украины нашей современной. Они требуют ответа. Теперь, что касается политика правительства в экономической сфере. С моей точки зрения ее можно назвать как экономическим невежеством. Вначале была попытка ограбить всех граждан. Александр Иванович, мы три недели не встречались. Если вы не хотите слушать и нас, мы можем уйти. Я бы просил регламент. Если вы не хотите слушать, мы можем уйти. Вы тогда никого не хотите слушать, государство. Я с повагой ставлюсь до всех руководителей фракции. Так вот, что касается экономической политики. Вначале вы приняли так называемый антикризисный закон, который ограбил всех граждан Украины, потом была попытка еще и ограбить по депозитам всех. Теперь делается попытка, что на содержание армии забрать деньги у медицины и забрать деньги у сельского хозяйства. Я не знаю, кто у вас умный дает такие предложения, но я позволю себе напомнить, что у нас 14 миллионов пенсионеров, которые сегодня уже платят за лекарства от 40% до 2 раз больше, чем они стоили еще месяц назад. И если еще сделать и забрать по социальным вопросам и по медицине, то тогда эти люди вообще окажутся на грани выживания. А если приплюсать к этому увеличение платежей за коммунальные услуги, то люди эти просто не будут иметь средств для того, чтобы рассчитаться. За государством по тем требованиям, которые вы сегодня предъявляете, хоть немного это надо считать. И одна треть населения у нас проживает в сельской местности. Поэтому, забрав соответствующее финансирование по сельскому хозяйству, мы также наносим удар прежде всего по этим людям, которые живут в сельской местности. При этом я хотел бы вернуться к тому, что вы нам говорили еще 3 месяца назад, но вы говорили вскользко, а мне хотелось бы с цифрами сказать. У нас сегодня в государственной системе управления, вы меня поправите, если я где-то, потому что я специально не рылся в документах, я по памяти, которые у меня есть. У нас работает 60 тысяч налоговиков. У нас 33 тысячи сотрудников СБУ. У нас было когда-то, там возможно сейчас есть какие-то вакансии, до 300 тысяч сотрудников милиции, из них более 30 тысяч, которые занимаются экономическими вопросами. Подчеркиваю, экономическими вопросами. У нас 14 тысяч прокуроров. На это все государство тратит десятки миллиардов гривен. И это те резервы, которые сегодня, когда всей стране трудно, нужно использовать, если вы сократите здесь, допустим, пять раз даже тех же налогиков ничего не случится. У нас 35 тысяч только активно действующих компаний и предприятий в государстве. 35 тысяч. У нас 60 тысяч налоговиков. Если на одного налоговика будет по пять компаний, по шесть-семь компаний, то он вполне справится за год с работой по этой компании. И никакой катастрофы здесь, в моем понимании, не произойдет, и здесь действительно есть резерв. А в цивилизованных странах, вы знаете, вы об этом говорили, уже давно уплачиваются налоги с планшетника, компьютерного планшетника. Поэтому лучше было бы по этому пути идти, чем урезать все выплаты, которые люди еще в каком-то объеме могут получить в своем социальном пакете. И последний вопрос, который не могу обойти вниманием. Работа Верховной Рады, парламента. Она вами организована таким вот образом, что беспредела такого еще у нас в Украине не было. Когда удаляются фракции с парламента, называется так легко, вытесняются, то вы должны понимать, что вы не удаляете ни фракцию, а вы игнорируете мнение миллионов людей, которые голосуют за эту фракцию. А потом удивляетесь, почему возникают проблемы, почему киевскую власть не признают на местах. Потому что нужно научиться слушать всех, независимо от того, приятно тебе это или неприятно слышать ту или иную точку зрения. Когда принимаются законы небольшой группой людей в закрытом режиме, без присутствия даже прессы, и это выдается как за решение парламента, и предоставляется права там преследовать и депутатов, и всех исполняющих обязанности генерального прокурора, в режиме принятом, когда в зале отсутствуют люди, которые голосовали, 30% были за пределами Киева, вы проанализируете ситуацию. То что это? Как непопустительство с вашей стороны, вообще-то нарушению законов, которые существуют у нас прежде всего по работе парламента. И все вы, все вы, еще три месяца назад спали от нас, ох, как требовали, что если даже одну кнопку кто-то нажмет, не тот. А сегодня вы массово нажимаете кнопкой, и занимаясь кнопкодавством, и занимаетесь фальсификацией. Если мы прежде всего не наладим... Очень насыщенное выступление у Александра Ефремова на согласительном союзе.